Пока мой вопрос такой, почему трудно заметить, что мы не обладаем искусством чтения и что этому нужно учиться? Мой первый тезис. Чтению нужно учиться. Чтение — это искусство, требующее точно такого же обучения, как и другие умения. Но нам кажется, что мы уже умеем. Почему так возникает? Потому что мы воспринимаем чтение как данность. На моих практикумах по критическому мышлению мы об этом говорили. Нам кажется, что наши эмоции — это данность, с ними не нужно работать. Что наша чувственность — это данность, зрение, слух. А с ними нужно работать. И что наше мышление — это данность. И что с ним не нужно работать. Это нам дано вместе с рождением. Мы это получили автоматически, и оно само пойдет. И это очень мешает нам обратиться к самому себе. Потому что, читая любой текст, любую книгу, как сейчас мы будем читать фрагменты, в первую очередь мы встречаем там самих себя. Читая книгу или фрагмент текста, мы думаем, что мы берем информацию, что мы хотим что-то получить. На самом деле, вначале мы встречаемся со своими предрассудками, предубеждениями, с теми знаниями, которые уже есть. Это очень первая важная истина. Чтение — это искусство, которому нужно обучаться. И наше сознание должно быть направлено по верному пути. Сознание не может автоматически считывать смысл. Не может автоматически работать с содержанием. У меня недавно было две группы. Мы продвигались на разных уровнях Платона и дошли до Софиста. Я долго готовил терапевтических людей. Не бойтесь, не ненавидьте Платона спокойно. И вот, причем не весь Софиста я выбрал фрагмент. Это один из сложнейших текстов вообще истории. Философии, мыслей и так далее. Чем хорош такой текст? Первое. Люди боролись, они три-четыре раза перечитывали. Почти ничего не понимали. Вот как по заводному апельсину. Переходя, что мы делаем, когда текст сложный? Мы вначале выстраиваем наши ассоциации. Что нам понятно? Наш опыт, который мы сейчас имеем, мы сами. И когда люди пишут эссе, например, только на этом первом уровне опираясь, они пишут о себе. Когда мне там пишут эссе о Платоне или эссе там о, не знаю, о Марке Аврелии, там больше человек, который пишет эссе. Там еще нет Марка Аврелия. Потому что он увидел там себя и себя же описал. Что нужно сделать? Не понимать, относиться к себе критично. Понимать, что первое впечатление никогда не может быть решающе. Предоставь себя, отдай себя в руки этого сложного автора. Потерпи немного. И что нам дал этот опыт, например, чтения Софиста? Я показал, когда я объяснял людям, и они сами, читая, перечитывая, поняли, например, соотношение частей целого и единого в маленьком фрагменте, у них произошел взрыв. Я им сказал, а вот теперь подождите, зафиксируем это, а теперь посмотрите, как вы тогда это восприняли. Это потрясающий опыт видения себя в развитии. Вы, например, прочитаете Шопенгауэр через полгода, еще, и вы посмотрите, что с вами делалось тогда, с вашими предрассудками, тем запасом представлений, и как осветила Шопенгауэр через полгода. Это потрясающий опыт видения своего развития. Сложный текст имеет недостатки, он не всегда понятен, но и преимущества. Он показывает наш рост. Мы видим себя прежними, а мы тогда этого не поняли, мы натолкнулись, и ничего не было понятно, а сейчас мы это понимаем. Когда мы читаем только простые тексты, которые легко в нас заходят, мы не развиваемся и не видим, как мы растем. Мы не можем наблюдать за своим ростом. Поэтому такие тексты, которые мы с Инной предложим, они как раз лучше всего приспособлены для наблюдения за своим развитием, то, как мы развиваемся. Поэтому, если кратко, не стоит доверять себе на первых этапах вхождения в такие тексты. Помним, что вначале мы видим там только себя. Марк Аврелий или какой-то Мейстер Эхард или Толстой Достоевский появятся чуть позднее. Может быть, еще есть вопросы. Может, есть... Продолжение следует...